Дорогие мои друзья, здравствуйте! Приветствую всех на нашем канале Юрия и Ларисы Ивановы. И сегодня мы готовим сок из тыквы. Я уже из тыквы с апельсином и лимоном поправлюсь. Я, значит, уже готовила в прошлом году. Снимали мы видео даже дважды. Ну вот, опыт приходит с годами. Тогда я просто сама делала, никогда нигде не смотрела. Да и сейчас, собственно, учатся люди, дураки, как говорится, на своих ошибках. Ну, я вот в этом году постараюсь получше для себя снять это видео и как бы полезнее сделать сок из этой тыквы. Я, значит, взяла вот эту тыкву. Тыква это 12 килограмм. Я ее помыла. И чтобы чистить, не мучиться, как я в прошлом году мучилась, я ее, тыкву, положила в духовку, разогрела духовку на 200 градусов. Она буквально у меня постояла минут 5-7. И вот смотрите, как она чистится, друзья мои. Просто берешь и чистишь ее. И как я мучилась, ее счищала и топором, и ножом, и всякое разное. Вот так вот она очищается. Специально я показала вам для этого. Сейчас, значит, я эту тыкву очищу. Она у меня весит 12 килограмм. Ну, естественно, я там семена удалю, да, кожу и все остальное. Ну, килограмм 7-8 будет, я так полагаю. Здесь я приготовила 3,5 килограмма апельсина и 650 грамм лимонов. Я их тоже вымыла, значит, чтобы время у меня не терялось. Я взяла их, залила кипятком, продержала минутки 3, они у меня прокипели. Я их сняла и буду, значит, погруженным блендером молоть и протирать через сито. Я вместе с кожурой это делаю, мне это очень нравится. Некоторые, может быть, скажут, что это будет горчить. Мне вкус нравится. Мы этот сок выпили буквально даже после Нового года, там, несколько баночек осталось. На ура, короче, ушел. Поэтому в этом году будет повтор. Что я сейчас буду делать? Скорее всего, буду ее очищать. Все-таки я решила ее разрезать. Вот такая она в серединке. Я ее попробовала. Она сладенькая. Попробую, товарищ оператор. Ну все, буду очищать. Тут еще полезный продукт. Вот такие семечки. Мы их очень любим. Циквенные семечки. Конечно, цвет у нее не такой, как в прошлом году был, оранжевый. Но сейчас всякие сорта не угадаешь. Цикву я почистила, порезала на куски. Сейчас я ее залью кипятком и поставлю на плиту. Заливаю кипятком. Можно не заливать кипятком. Это я для того, чтобы быстрее было у меня. Если кипело быстрее. Я накипятила. Сейчас вот покрылась тыква. Все. И сейчас буду ставить это на плиту. А вот это у меня еще не остыло. Как остынет, я блендером перемелю и процедуру. Для начала показываю, что тыква у меня закипела. И прокипела 15 минут. Она у меня вот такая получилась. Смотрите. Мягкая. Я ее зачем буду передерживать? Я ее, конечно же, сняла. И показываю, как я ее перетираю на сито. Сито это мелкое. Я не люблю всякие ошметки. Вот так получается. Это у меня, значит, тыква. А здесь у меня апельсины и лимоны. Вот так я перетерла. Из 3,5 килограмма. Вот я выбрала, сколько чистого получилось у меня этого сока. А здесь у меня жмых. Я его не совсем сильно отжимала. Перетирала. Немножечко отожму. Вот так вот. И убираю это. Из этого я буду встряпать кекс. Или что-нибудь еще сготовлю. Так что все пойдет в дело. Может быть, кому-то это видео не понравится. Так как это кастрюля не понравится. У меня тут не шоу готовки. Я показываю, как я готовлю для себя. Этой кастрюле уже очень много лет. Она не отмывается. Все почему-то замечают именно эту кастрюлю. Эта кастрюля у меня как помойное ведро. Я без нее никуда. Я люблю эту кастрюлю и буду в ней готовить. Так что еще хочу сказать. Кому не нравится эта посуда, пожалуйста, сразу же просто выключите видео и не смотрите. И все будет нормально. От диванных критиков тоже прошу не беспокоиться. Так, теперь по поводу дальнейшего сока, компота. Кто как хочет, то так и пусть называет. Для меня это сок. Поэтому я так и называю. Сейчас я это все перетру. Показывать, как я тру, я уже показала. Через сито все. Вот это вот я размешала сначала блендером, потом через сито. Сито здесь покрупнее у меня немного, чем здесь. Сколько я буду сюда добавлять сахара и сколько я сюда буду добавлять лимонной кислоты, это я вам скажу после того, как я все это перетру, попробую. Потому как у вас может быть тыква до такой степени сладкая, что вам придется там стакан сахара насыпать. И еще это зависит от того, сколько вы любите сахара, насколько вы любите все сладкое. Мы как бы особо сахар не очень любим. Поэтому я добавляю лишь, чтобы не забродило. Варю для того, чтобы не забродило. И сахара столько и кладу. По норме. По своей норме. По тому, как мне именно нравится. Ну что, заговорила я вас всех. Сейчас я продолжаю перетирать тыкву. Она у меня еще горячая, это я вам для показа показала. И апельсины. И включусь, когда у меня это все уже будет готово. Ну, апельсины ты получила вот такой жмых путем перемалывания блендером, я так понял? Ну, я перемолола блендером, у меня кашица получилась. Я ее стала протирать. Она вот такая получается. Пока я тут соком занимаюсь, надо же чайку попить. Ну вот, чтобы у меня этот жмых не пропадал. Я уже говорила, что я со жмыха этого кексик приготовлю. Я быстренько пачку маргарина растопила. Взяла 200 грамм сахара, 3 яйца. Добавила где-то 300 грамм вот этого жмыха. Что еще? Разрыхлителя, муки. И вот так у меня вот такое тесто получилось. Я его перемешала и сейчас я его отправлю в духовку. И такой кекс мы покушаем. Так, вставлю в духовку, запрыгнул у меня туда кекс. Я же люблю все по-быстрому. И сок у меня, и кекс все заодно. Что я сделала? Взяла я блендер, перемешала вот так в пюре, перебила эту тыкву. Смотрю, вполне себе ничего. Вот кусочки тут попадаются, я попробовала. Ну, я, наверное, ее протру всю блендером. Чем я вот так вот мучаюсь. Это же мучение. Для кого-то покажется это очень сложно. Вот это вот все перетирать. Но вот представьте, когда вы это пьете, и вам ничего, никакие шмотки не попадаются. Знаете, как это приятно? Я думаю, оно того стоит, поэтому я и заморачиваюсь. К вашему вниманию представляю кекс. Из того, что было, я его слепила. Я думаю, сейчас немаловажно экономить. Я вот посыпала его, конечно, я тут не старалась, не украшала. Кекс готов. Сейчас мы будем пить чаечек. Сейчас я покажу, какой он в разрезе получился. Вот я его достала вам. Из чего кекс-то? Ну, я же рассказывала, что я туда положила. Ну, понятно, из побочного продукта. Ну, из побочного, да, прям совсем из побочного. Из того, что делала сок. Вот это вот сок получается, а это вот остатки этих, от апельсинов. Ну, конечно, вот прям из побочного продукта. А яйца, а маргарин, а сахар. Это что, побочный продукт? Так что, это очень бюджетно. Он еще горячий, он пар идет, вот такой он в разрезе. Сейчас попробуем. Очень вкусно. Пропюрировала я тыкву и протерла ее. Теперь я добавляю вот эту жидкость такую. Ой, какая жидкость такая. Лимонная. Ну, это же апельсины и лимоны. Перетертые через сито. Это из соседней галактики вода. Теперь я это все перемешиваю. Смотрите, какой густющий у меня сок. Вот реальное пюре. Вот как-то мне не очень. Я его разведу водичкой. Я как-то не люблю сильно густой. А ты любишь, товарищ оператор? Я не знаю, какую ты любишь такую. Я люблю. Надо тщательно перемешать. Какая прелесть. Я вот его в этот раз очень мало варила. Сейчас я возьму ложку и попробую. Это я на сахар. Я же еще не добавляла сахар. Просто чудесно. Я хочу вам сказать. Я сейчас сюда добавлю литра 2 воды. Высыплю сюда килограмм сахара. На всю кастрюлю килограмм сахара. И потом я попробую. Сколько литров будет всего? Ну, мы измерим банками. И скажем. Я что хотела показать. Я решила сделать следующим образом. Я уже говорила, что я хочу добавить сюда воды. Потому что этот сок очень густой, как пюрешка. Я люблю пожиже. И решила сюда добавить 2 литра воды. Я думаю, наверное, это 2 литра мало. Литра 3 надо хотя бы. Ну, посмотрим сейчас. Я все это перемонтирую уже. Значит, я налила вот сюда литр 200 грамм воды уже кипятка. И перешила сюда высыпать килограмм сахара. Сейчас я ссорю этот сироп. Чтобы у меня по-быстрому варился сок. Чтобы он у меня долго не кипел, сахар не растворялся. Только закипит минут 10. И я буду его закрывать в банке. Поэтому я сейчас сварю сироп. И улью его уже готовый в этот сок. Как я уже говорила, закипятила я воды. Вместе с сахаром добавила. Сварила, то есть, сироп с этим килограммом. Теперь размешиваю все. Я добавила сюда 2,5 литра воды. Вот, как бы сказать, спросите, какой тут рецепт. А какой у меня рецепт? У меня была тыква 12 килограмм. Кожуру я сняла, семечки убрала. Что от нее осталось? Я не взвешивала. Вот все, что осталось здесь. Потом у меня были апельсины. Если брать поштучно, то у меня было 6 больших, огромных апельсинов. И лимона 3 штуки, 650 грамм, точно помню. И значит, вот что у меня получилось. Целая кастрюля. Сейчас я это поставлю на плитку. У меня будет это кипятиться. Долго я кипятить не буду. Мне кажется, сахара просто предостаточно. Килограмма сахара на такую кастрюлю, тут литров 10 есть. А то и больше. Это получается 100 грамм на литр. Ну, вот такой вот расчет у меня получается. У вас он может быть своим. Потому что у вас может быть тыква еще слаще. И апельсины сладкие. Тогда вам меньше надо будет сахара. И что я еще хочу сказать. Я буду сюда добавлять и лимонку, и аспирин. Как я и раньше это делала. Я не знаю, кто меня может убедить в том, чтобы аспирин не класть. Я все-таки боюсь, что я вот это вот делаю, тружусь. И у меня это все взлетит. Поэтому я и добавляю апельсин. Ой, апельсин, это аспирин. Ацетиловую кислоту. Начинаю закрывать сок. Пол чайной ложечки лимонной кислоты я добавляю. И таблетку аспирина. Для того, чтобы у меня ничего не взлетало. Так, сейчас сок у меня кипит. Банку я достала горячую из духовки. Крышка у меня тоже кипит. Печеная. И вот так вот. Раз и все. С кряхчением. Вот так вот будет стоять эта баночка. Здорово, поздороваюсь с вами. Всем привет, потому что это уже следующий день. Так как сок я закрыла, он остыл. Я помыла баночки, чтобы они не были грязными. Для того, чтобы убрать все. У меня получилось 16 литров. Мы, конечно же, уже его попробовали. Он такой густой. Вот, посмотрите, какой он получился. Как пюре. Можно еще раз добавлять. Будет жить пожиже, если хотите. А можно и так пить. Тебе понравился? Очень понравился. Очень вкусный. Апельсинчиками. Пахнет лимончиком. И даже не чувствуется никаких корочек. Здесь все протерто, через сито. Что я хочу еще сказать? Готовьте сок вместе со мной. Если понравилось вам, ставьте лайки. Не забывайте подписываться на наш канал. А, немаловажно. На 16 литров у меня же всего ушел килограмм сахара. На 16 литров сока. Как вы думаете? И варила я его очень мало. Не как в прошлом году. Смотрите видео. И всем пока.